Привет! Меня зовут Катя Соколова и тебе я в этом видео расскажу, как нужно тянуть стопы. Поехали! Итак, первое упражнение. Ну, ну, а... Итак, первое упражнение. Мы будем просто крутить стопы в разные стороны. Как мы их разминаем, так мы будем вот так вот в сторону. Туда и обратно. Желательно повесить раз, чтобы они хорошо закрылись. Второе упражнение. Мы будем натягивать стопу на себя и на себя и от себя. Итак, второе упражнение. Мы будем натягивать стопу от себя и на себя. Ладно, в общем, вы меня, надеюсь, поняли. Вот так. Туда, обратно. Туда, обратно. Туда, обратно. И поочередно ноги. Туда, сюда, туда, сюда. Раз, два, три, четыре. Ну, думаю, вы разнялись. Итак, третье упражнение. Мы будем делать волну ногами. Получается, вот так. Как мы это делаем? Мы натягиваем стопы на себя и кончиками пальцев стараемся загнуть. И натягиваем стопу. Второй. И обратно мы, получается, натягиваем пальчики на себя и управляем. Раз. И так вместе. Итак, четвертое упражнение. Мы будем делать все то же самое, только обратную сторону. Только у нас будут теперь пальцы делать вот отсюда. Сначала на себя, потом будут управляться. И так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Мам, нужна твоя помощь. Мне нужен карандаш. Мне нужен карандаш. Он лежит там. Можно ручку взять. Большой? Нет. Ну, может, давай большой даже. Такой? Да, нет. Ну, давай такой, да. И большой тоже давай. Такой как можно еще. Давай. Все, спасибо. Все. Господи, ты решила закидать в меня карандашами. Не знаю. Орудия пыток. Думаю, мне этого хватит. Итак, в пятом упражнении нам понадобится вот столько руки. Ну, я думаю, вы меня поняли, да? Мы берем ручку, кладем ее, зажимаем пальцами и стараемся выпрямить стопу. Если она у вас удержалась, держите, и так вы будете понимать, что у вас хорошая развитая стопа. Если она падает, то вы стараетесь ее удержать. Если у вас совсем не получается, берете карандашик потолще. Ну, или ручку, там, не знаю, вот, например, вот такая. Видите? Это тоненько, а это потолще. Начинаем мы с толстой, конечно же. Кладем ее и стараемся выпрямить. И можно прожить. Вот так. Ну, и не забывайте про вторую сторону. А еще не забывайте про колени, потому что если не будете втягивать колени, то будет выглядеть как-то вот так. А нам так выглядеть, ну, так будет просто некрасиво. Это я отложу. Вот. Вытягиваем как можно сильнее коленочки. Все, мы переходим с пола на верх в пучка. Это будет шестое даже упражнение. Вот. Нам понадобится какой-нибудь мягкий коврик, но чтобы вам было удобнее смотреть, я буду показывать без него. Но все же нужно потянуться с ковриком, чтобы было мягче и менее удобно. Ну, и более удобно, точнее. Вот. А так мы встаем, вот так получается. Две ноги. И тянем. Кому совсем легко, тогда мы встаем и даем коленочками попой, точнее, тянем на полу. Кому совсем легко, мы тянем коленочками, коленочками. Причем здесь коленки. Кому совсем легко, мы тянем попой пятки. Носки, можно сказать, да. Вот. Вот мы потянули их. Я сейчас немножко отойду от темы, но хочу рассказать маленькую историю про как раз ручку или там булавку или у нас была эта спичка. Вот. Мы брали ее в стопу, как раз зажимали и вытягивали. У кого получилось, тому делали как бы мини зачетик. Ну, как раз у меня получилось, и я тогда поняла, что стопы у меня очень хорошие. Хотя растягивала я их себе сама. Вот такая вот мини-история. Ну и мы возвращаемся к последнему упражнению, седьмому, получается. Вот. Я бы делала для себя, но кто знает. Может, она тоже вам поможет. Итак, если вы хотите иметь стопы, чтобы именно пальчик загинался вовнутрь, а не просто вот такой вот. Вот такой вот. Если вам нужно такое, то вы просто вот тянете, как вы сейчас тянете. А если вы хотите загинать, чтобы пальчик шел вот сюда, вам нужно прям, ну, прям надавить на большой палец, и получается такой полу-зигзаг такой, луна. И старайте его там удержать. Вот у меня была раньше такая привычка. Я ставила, ну, средний палец на большой. Получается вот так, и зажимала, чтобы выглядело как-то вот так. Ну, это, как сказать, маленькая хитрая штучка. Нет, если она вам поможет. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Удачного дня. И пока-пока-пока. Итак, четвертое упражнение мы будем делать... Субтитры сделал DimaTorzok